Добрый день, наши дорогие зрители. Сегодня мы с вами побеседуем с Андреем Яковлевым, генеральным директором на сети гастрономов «Глобус Бурне». Андрей, спасибо большое. Нам очень приятно, что вы пригласили в ваш красивый магазин. Добрый день. Всегда пожалуйста. Это наш знаменитый «Глобус Бурне». Представление не нуждается, все хорошо знают, любят и помнят. Для начала я бы хотела попросить Андрея рассказать, что сегодня происходит с сетей гастрономов «Глобус Бурне». Какие последние новости? В плане какого-то развития сети мы сосредоточились на качественном развитии и, в принципе, финансо-экономические показатели наше вот это качественное развитие подтверждают. У нас существенно растет средний чек, существенно выше, чем инфляция и вообще рост цен розничных внутри сети. Люди больше покупают, с точки зрения количества позиций в чеке. Это происходит за счет того, что мы предлагаем более качественный ассортимент. Именно перед собой ставим цель предложить более, так скажем, увеличить, потенциально увеличить корзину нашего постоянного клиента. Это нам удается. И поэтому вот та задача качественного развития, которую мы перед собой поставили в последние годы, не количественного, а качественного, она реализуется. Безусловно, пока, как всегда, нет предела совершенству и все еще впереди, мы продолжаем по этому пути идти. Хотя для себя количественного развития мы не исключаем, но, к сожалению, наверное, ситуация на рынке такова, что подходящих помещений, подходящих нам по параметрам качества, коммерческих условий очень и очень мало. Появляются они в премиальном сегменте на рынке очень-очень редко. Это связано и с тем провалом, который получился из-за кризиса 2008-2009 года, когда многие проекты, прежде всего премиальные, были свернуты. И сейчас, в принципе, только-только начинают такие подходящие нам помещения появляться. Мы к ним присматриваемся, мы ведем по каким-то переговорам, но сосредоточены на вот таком качественном рывке, который, ну, я для себя оцениваю, что в большинстве случаев выполнение этой задачи нам получается. Андрей, что, как качество, то есть, ну, будем сказать, качественное развитие, качественное развитие. Работаем над расширением корзины, над увеличением количества услуг. А если конкретнее, то примерно, не раскрывая коммерческих тайн, что делаете для того, чтобы покупатели все больше и больше денег оставляли у вас в магазине и покупали все больше и больше товаров? Ведь нельзя съесть больше, чем ты можешь съесть? Безусловно. Здесь, когда я говорю о расширении корзины и увеличении среднего человека, здесь есть два направления. Мы начинаем предлагать некоторые те категории товаров, прежде всего это касается нон-фуда, каких-то премиальных сопутствующих товаров, которых раньше не предлагали, которые, соответственно, не перебивают существующую корзину, а лишь дополняют ее. То есть, понятно, что человек, если он ел килограмм рыбы, то два килограмма он не съест, но зато он купит, я не знаю, серебряный нож для разделки этой рыбы, которую раньше мы не предлагали. Ну, такой пример очень усложный, но, тем не менее, примерно отражает ситуацию. Второе направление. Здесь мы стараемся заменить некоторые позиции, которые раньше были представлены не только у нас, не на эксклюзиве в блоге Главы, а эксклюзивными своими позициями. Это и собственный импорт какими-то известными или малоизвестными, но качественными брендами, производителями, европейскими, американскими, азиатскими. Это и часть продукции мы заменяем в собственное производство. Например, вот сейчас сезон осенний, мы по сезону стали делать порядка 15 номинований собственных солений и маринадов. То, что раньше брали у сторонних поставщиков, заменили на собственное производство. Какие-то такие... Это все, что приходит? Да. Традиционные рецепты нашли. Нашли специалистов, которые это умеют делать. Такие более аутентичные. Все эти вещи потянули. И второе, из новинок, это мы организовали собственную коптильню большую. И делаем еще очень большую линейку. Заменили из, так скажем, заводского производства, собственным производством, линейку копчености. Тоже под, соответственно, под осенне-зимний сезон. То есть, это такое движение в сторону эксклюзивного ассортимента, чтобы никак не предсказать вообще... Да. Вот это второе направление. Одно направление – это расширение, в принципе, предложения, в том числе по категориям. А второе – это переход на более высокий уровень ассортимента и более эксклюзивный ассортимент по сравнению с тем, что он даже был предыдущим. А покупатели на это как реагируют? То есть, они как бы активно реагируют на новый ассортимент, которого нет в других магазинах? Потому что не секретно, что они могут купить многие товары в других магазинах. Безусловно, вот у нас сформировалось, и мы этому очень рады, этим очень довольны, как раз стать та аудитория наших покупателей, которая, во-первых, уже достаточно хорошо нас знает и доверяет, доверяет нашему выбору. Понимаете, когда вы приходите в магазин, неизвестный, да, а-ля «ноу-нэм», и видите там незнакомую минеральную воду, да, вы несколько раз подумаете, как она туда попала, почему, по каким критериям ее видим, да. Здесь мы стараемся держать, так сказать, марку, и наши покупатели это четко знают, что то, что попадает на полке «Глогус Гурме», это, значит, прошло совершенно тщательнейший отход на выступенчатый, просто так, абы какой товар, попасть сюда не может. Поэтому, априори, есть доверие, если уж «Глогус» поставил это на полку, значит, это пить, есть, жевать, там, все, все, что угодно можно. А тогда сразу, раз заговорили о поставщиках, по каким критериям поставщиков выбираете? То есть, если вы говорите, там, если «Глогус» поставил, то это означает, что они должны быть, там, многократно проверены. То есть, я вот походил по магазину, увидел поставщиков, которые, в принципе, представлены в ряде других магазинов тоже. Да, есть те, которые товары впервые вижу. То есть, каким критериям поставщиков отбирают? Вообще, как происходит эта процедура отбора поставщиков? Здесь, наверное, правильнее сказать, что мы отбираем не поставщиков, а отбираем товар, в первую очередь. Критерии очень простые. Это должно быть вкусно, это должно быть, по крайней мере, не вредно, потому что сказать абсолютно полезно тоже, наверное, нельзя. У нас есть разные продукты, которые там, в общем и целом, есть категории, которые вряд ли назовешь полезными. Алкоголь, например, перед нами стоит там? Да, да. Это как минимум должно соответствовать высочайшим стандартам, причем не столько даже российским, которые, как мы с вами знаем, прекрасно, достаточно устаревшие и писались еще в советские времена. И многие новейшие технологии, но многие новейшие знания научные не учитывают это, скорее, соответствие европейским и американским стандартам качества. Это, ну и дальше по разным категориям идут, да, разные. Если это традиционная, я не знаю, паста, да, то в нашем понимании не может быть паста, изготовленная, я не знаю, в России. И паста должна быть изготовлена в Италии, на своей родине, да, вот, или там по любой другой категории, которая вот имеет четкую привязку к традиционному историческому месту его появления и изготовления. То есть, если коньяк, то значит коньяка. Коньяк, значит коньяка. Ну, вряд ли мы когда-нибудь дойдем до такого, чтобы продавать там московский коньяк. Ну, армянский коньяк есть, но сейчас это называется брендер. Ну, да, вот, поэтому, в принципе, критерии достаточно простые и понятные. Другой вопрос, что все их заявляют, все сети, все наши коллеги заявляют, что они следуют этим, ну, исповедуют эти критерии, но, конечно же, далеко не все им следуют в результате. Золотой телец берет свое и зачастую, конечно, очень соблазнительно, когда приходят и говорят, вот товар, да, он такого, может быть, средненького или там чуть выше средненького качества, мы готовы платить денег, хотя, конечно, законам сейчас это запрещено, но, тем не менее, мы все понимаем, что есть разные способы, как, так скажем, стимулировать сеть на то, чтобы она тот или иной позицию вела. Мы по таким принципам не действуем. Это не значит, что мы не сотрудничаем с поставщиками в вопросах продвижения, в вопросах совместных маркетинговых усилий и так далее. Конечно, нет, мы сотрудничаем и так далее, но первичным для нас является качество товара. Очень часто перед нами стоит достаточно такой непростой выбор, когда поставщик может и делает качественный товар по сути своей, да, ну, например, совершенно не премиальный упаковка. Ну, ведь не секрет, что, допустим, на вопросах премиума мы больше зациклены, чем, например, старая добрая Европа, да, там все-таки это не так выделяется и не настолько это в продуктах питания, по крайней мере, такой есть разрыв и такой контраст между там дискаунтерами, средними супермаркетами и премиумами. Поэтому очень часто производители европейские, особенно небольшие хозяйства, качественную делаю продукцию столетиями, прекрасно выверенную по рецептам, чистую, все-все-все, но упаковка совершенно непременная, совершенно неказистая. Ну, для нас тут мы в свое время сделали, все-таки, принципиальный выбор, что, конечно, и для нас, и для нашего покупателя первичен сам продукт, само содержание. Эпоха, в основном для наших покупателей, эпоха ярких фантиков, так скажем, да, которые, они, конечно, хороши, они привлекают внимание, они обращают на себя взор первый, так далее, но очень часто можно увидеть уже такую совершенно простую, незатейливую, ничем не выделяющуюся упаковку, хотя внутри прекрасный товар, прекрасного качества, прекрасный комплекс. Ну, я смотрю, у вас на многих холодильниках, витринах тоже товар вовсе без упаковки, это ваше собственное производство, да? В основном, да, то, что отличительная черта нашего собственного производства, это либо на ценнике написано по рецепту «Глобух дурма», либо у нас есть большое свое производство «Камикерское», оно находится в Питере, в нашем магазине, и очень оттуда много мы сюда привозим, называется «Домашняя выпечка». То есть, «Домашняя выпечка» тоже обозначена. Ты правильно понимаешь, что в переговорах с поставщиками цена не является для вас основным паком? Основным не является, она является важным, безусловно, бессмысленная, я не знаю, брать кока-колу по какой-то безумной цене и выставлять ее так, чтобы она в рознице получалась, там, развить дороже, чем в любом другом супермаркете, но для нас, понятно, это не приоритет. Приоритеты, я понимаю, качество, приоритеты, там, аутентичность продукта, да, и приоритеты то, чтобы этот продукт был максимально эксклюзивным, чтобы кроме вашего, там, специально, что бы вам… Да, у нас очень много, порядка 15, от 15 до 20 процентов ассортимента, это вообще эксклюзивы, которые представлены только у нас. Я сейчас говорю про брендированную продукцию, про упакованную. Добавим сюда еще 30 процентов продаж, это собственное производство, которые тоже наши эксклюзивы, плюс еще процентов 20, это то, что есть, представляют поставщики, есть только у нас и в ресторанах, то есть мы получаем, что где-то процентов 60 ассортимента, это эксклюзивный ассортимент, только глобусы. 60-то много. А какой процент импортных товаров, а какой процент отечественных? Значит, здесь, безусловно, если мы не берем сейчас опять собственное производство, да, и берем весь остальной товар, то я думаю, что процентов 95, это, конечно, импорт. К большому нашему сожалению, пока, несмотря на то, что пищевая промышленность наша, отечественная, достаточно неплохо сделала рывок после кризиса 98-го года, в начале 2000-х, но понятно, что развитие пищевой промышленности, оно было ориентировано на массовый спрос, понятно, что вряд ли кто-то там думал делать фабрику под премиальный сегмент, которого еще в начале 2000-х-то особо и нет. И сейчас-то он не очень большой. И сейчас-то он не очень большой, да. Поэтому, конечно, там и вопросы по качеству, которые мы сами себе задаем и поставщикам, производителям, да. Там же и вопросы по, действительно, по адекватности российской системы сертификации, которая достаточно устаревшая. Поэтому с этим связано и то, что так мало нашего отечественного товара на пункте. Тут, Андрей, очень интересная тенденция ответить на прямой импульс. Сейчас как раз она наращивается популярность ритейлеров, они все больше и больше стараются сгруппать сами. Это в рамках, я думаю, еще большей тенденции. Сейчас многие сети начинают развивать свой СТМ для того, чтобы не иметь конкуренции с другими сетями в этом же сегменте. А у вас получается СТМ фактически, ну, такой СТМ, в кавычках, да, больше 70% стартного. Вы абсолютно правы, мы несколько раз задумывались над созданием, собственно, торговой марки и, ну, несколько, так скажем, периодов развития компании. И всегда приходили действительно к выводу, что, в принципе, для нас роль СТМ играют те эксклюзивы, которые представлены только в глобусе. И, по большому счету, если сети, работающие в массовом сегменте, для них СТМ – это и способ выделиться в какой-то категории, да, и способ сделать предложение дешевле по цене в данной категории, то для нас и для премиальных сетей, в принципе, СТМ – это нечто другое. Товар в данной категории, если это СТМ, должен быть лучшим из лучших в этой категории. А, значит, автоматически, практически, самым дорогим. То есть философия немножко совершенно другая. Поэтому просто, значит, приехать, я не знаю, к производителю чая, который для Фортун Мэйсона, там, упаковывает, для Королевского английского двора чая, и сказать, а теперь давай ты упаковываешь в коробку глобус бурме. Можно, конечно, но какой смысл, если и так Фортун Мэйсон есть только у нас и нигде больше, да? Ну, в этом, получается, как бы так, наверное, единственная, первая единственная в России сеть, которая большая часть ассортимента торгует своими торговыми марками, которых больше ни у кого нету. Да, собственно, к чему и стремятся все сети иметь свой эксклюзивный ассортимент. То есть глобус бурме успел в этом отношении большую сеть, да? Ну, если так посчитать, то да, мы впереди планеты. Да, ну, это просто такая тенденция, там, по последней, там, получилось, что последние две недели, я эту тему, тему СТМ инструктуал слишком много, большое количество раз, на нескольких форумах, и поэтому, там, для меня, там, сразу отловил на себя, что фактически глобус бурме – сеть первая по СТМ. Ну, если уже говорить про, пока вот такие, про первые, вот мы, например, с прошлого года стабильно, если к вопросам экономики, да, например, переходить, у нас стабильно like-for-like выручки растут, то есть порядка, там, на 20 процентов, да, то есть, когда читаешь отчеты ведущих критерий, ну, там, с их тремя-пятью процентами like-for-like, то, конечно, чувствуешь себя… Чем вы можете это объяснить? Во-первых, растет средний чек серьезно, о том, о чем я говорил выше, над чем мы работаем, во-вторых, идет хороший приток новых клиентов, которые связаны с тем, что, например, наши дорогие коллеги, и фактически ближайшие конкуренты азбука вкусом серьезно расширяют свою сеть. Я думаю, что все понимают прекрасно, что а, расширяясь существенно, масштабируя сеть, невозможно в премиальном сегменте сохранить качество высокое, и б, они вынуждены демократизироваться, вынуждены демократизировать ассортименты, подходы и стандарты. Это мы прекрасно видим и бываем у них в гостях часто. Поэтому очень такая существенная часть премиальной клиентуры, уже недовольны тем, что происходит в «Азбуке», приходит к нам и остается у нас. В этом отношении их быстрое развитие нам тоже способствует, нашему качественному развитию и росту наших показателей. Вы надеетесь, что в дальнейшем, когда Азбука вкусом будет развиваться, то та самая верхушка, которую хотят иметь эксклюзивные из эксклюзива, да, то есть они появляются. Абсолютно. Эта тенденция обозначилась, а мы их ждем с распространенными объятиями, конечно. Эта тенденция обозначилась уже года полтора-два назад, усилилась в прошлом году, когда мы с Азбукой прекрасно нам помогла и провела за нас фактически акцию по переманиванию своих клиентов в нашу сеть. Азбука вкусом неожиданно для своих любимых покупателей отменила действие, фактически отменила, да, действие своих же дисконтных карт. Многие покупатели, клиенты пользовались этим, этой привилегией много-много лет и были неприятно поражены этим фактом, но мы им дали возможность, так скажем, сгладить впечатление вот такое неприятное и предоставили на какое-то время дисконт, существенный дисконт, 12% по любой карте Азбука Вкуса. И плюс мы предложили у нас дисконтная программа на сегодняшний момент, ну и на тот момент она такая платная, нужно заплатить немалые деньги, чтобы получить дисконт сети «Глобус Гурме». Вот мы предложили часть денег, вместо части денег за наши карты просто нам подарить карту Азбуки Вкуса. Вот за три месяца, что шла эта акция, с середины июня до конец сентября, мы больше тысячи карт Азбуки в свою коллекцию положили. Да, и в принципе существенно прирастили клиентскую базу, потому что люди пришли, распробовали, посмотрели, что все не так страшно, как многим кажется, что в «Глобусе» это страшно, в «Глобусе» зайти нельзя, это какой-то супер-пупер. Они посмотрели, что все тут нормально, все хорошо и остались. Вы довольны этим инструментом? Рекомендуете их? Ну, я, конечно, всем рекомендую по случаю использовать разные инструменты, но мы очень довольны таким подарком, который на «Мазбуке» сделала в прошлом году. Ну, а пришло тысяча клиентов, да, и, соответственно… Это только те, кто купил дисконт. Да, и те, кто купил дисконтные карты. То есть, и, ну, естественно, сразу отразилось на показателях. Конечно. А показатели, ну, такие мне интересные показатели, там, если не секретные, то не говорите. Если открыто, то, я думаю, и мне, и слушателям будет очень интересно. А выручка с метра квадратного или средний чек? Средний чек… Выручку с метра квадратного мы не оглашаем, да, вот принципиально такая позиция. Средний чек мы, как бы, не стесняемся, это две с половиной тысячи рублей. Угу. Причем, очень такое интересное распределение. Например, по нашим держателям дисконтных карты, средний чек порядка десяти тысяч рублей. Это, конечно, такой хороший средний чек. Да, поэтому, например, то, что, ну, опять же, чем мы… Еще одним показателем, который вы не упомянули, который, на самом деле, ключевой, в принципе, для розницы, то, чем можем также мы гордиться и сказать, что мы впереди всех лидеров рынка. Вот у нас второй год и беда будет за десять процентов. Я думаю, что в этом году даже за одиннадцать. Спасибо. У меня вопрос. Можно, да? Конечно. У меня вопрос, очень такой острый для ритейла. Что-таки с персоналом, да? Вот у вас совершенно очевидно, что персонал должен быть самый лучший во всем ритейлер. Так ли это? Как вы работаете с персоналом? Где вы его находите? Как вы его учите? Если можно, все-таки озвучите какие-то караметры, чтобы ритейлеры, наши читатели могли сравнить со своими показателями. Текучку, зарплату. Ну, смотрите, никаких чудес нет. Безусловно, наш персонал самый лучший. У нас очень хорошие коллективы в каждом магазине. И, действительно, в отличие от больших ритейлеров, достаточно устойчивые. То есть, я так скажу, ну, где-то текучка, наверное, порядка тридцати-сорока процентов в год. Для современного продуктового ритейла это очень низкое. При том, что, конечно, требования на входе очень высокие. И при этом, при всем, как-то, знаете, как всегда чудесно звучит, чтобы было супер качественно и супер дешево. Также я сейчас скажу фразу, которая тоже всех профессионалов, конечно, вызовет недоверие. Но так оно и есть. Тем не менее, средние зарплаты, они все абсолютно в рынке. То есть, 20-22 тысячи. За эти деньги она не должна говорить на иностранных языках. Нет, иностранных языков мы пока не требуем. Но всегда тогда логичный вопрос, как, почему там за 20 тысяч в сети X не работают, а у нас работают. Здесь, ну, во-первых, просто мы тщательно отбираем людей на входе. Во-вторых, все-таки мы еще берем таким... Для многих это важный аргумент. Вернее так, для некоторых важный, для многих не важный. Но престижность и место работают. И третий фактор очень высокий и очень важный – это отношение между коллективом и между руководством и коллективом, и отношением к сотрудникам и так далее. Это всегда такая философия нашей компании. Поэтому у нас люди работают по 5, по 6, по 8 лет, специалисты. Я не имею в виду сейчас офисную, я имею в виду сейчас коллективы на местах. Конечно, сказать, что это легко сделать, абсолютно, будет неправда. Это тяжелейшая работа для нас. Это задача для нас, на самом деле, номер один. По сравнению с этой задачей, работа с поставщиками, поиск товара – это вообще детский сад. Конечно, вы совершенно правы. Это задача номер один сейчас на рынке. Это персонал и, более того, качественный персонал. Потому что ситуация очень тяжелая. К сожалению, рынок перегрет. Я был очень рад, если честно, кризису 2008-2009 года. Я тоже ему очень радовался. Жаль был маленький. Да, жаль был маленький. Жаль, хорошо наприкнул. Потому что, конечно, чуть-чуть градус перегретости снизился. И прям, я думал, что сейчас хорошо как-то стряхнуть. Нет. К сожалению, в этом отношении, к сожалению, опять все перегревается. Опять люди хотят получать какие-то ненормальные деньги из-за того, что ничего не умеют и ничего не хотят делать. Это наша реальность. И мы вынуждены с ней считаться. Пока с каждым месяцем и годом все тяжелее и тяжелее этот вопрос решать. А программы обучения персонала, они внутренние? Внутренние. Есть администрационные курсы, есть стажировки, есть наставники, есть специалисты, к которым прикрепляются. Есть разные методы, методики. Ничего опять сверхъестественного, никакого велосипеда мы там не изобретали. Просто целенаправленно людей затачивают под работу в наших магазинах. Но затачивают уже тех, кто готов затачиваться, кто хочет. Кто пришел 2-3 недели поработать, месяц, другое и так далее. Ну, у тех на входе цели. Кто хочет серьезно, профессионально развиться, знать что-то новое. И иметь в резюме, что я там 2-3 года работал и вырос там с продавца в какой-то специалист. У нас есть по категориям и так далее в «Глобус Гурме». Что, в принципе, на рынке считается очень неплохой строчкой в резюме. С теми мы работаем. В того мы вкладываем. Ну, понятно, что работать в «Глобус Гурме», обслуживая клиентов и работая практически с эксклюзивным товаром – это один уровень отработки. А в дискаунтере переваливать там тонны капусты или картошки за один, конечно, другая. Другая совсем работа, поэтому, конечно же, и подход к людям должен быть другой. Слушай, но мне пока все равно непонятно, почему это такая не статика. У вас дополнительно к подплате существуют какие-то премии? Есть премия, есть бонусная составляющая. Не скажу, что она как-то существенная. Хороший специалист, если человек дорос до хорошего специалиста, получать может и 40-50 тысяч. Ну, я думаю, вопрос во многом условиях, в отношениях. Потому что, когда ты работаешь в дискаунтере, ты один из частей механизма, который, в принципе, никто очень сильно не любит. А здесь участницы и, в принципе, специалисты, даже из речи Андрея – специалисты, специалисты, специалисты. А когда мы говорим о персонале других сетей, там даже другие слова звучат по отношению к видовому персоналу. Там аутсорсинг, аутсорсинг, аутсорсинг. Да? Да. Так, что там у нас дальше? Есть какие-то вопросы? Ну, у меня, в принципе, все. Мы, как бы, обсудили их по ходу, так как оказалось, что некоторые вопросы Андрей прям считывал у меня, видимо, с головы. То есть, чувствую, что фольгой голову придется оборачивать в следующий раз. Потому что я хочу его задать, он прям не отвечает. У тебя сегодня такой... Да. Слушай, я задала, там главный вопрос. Какие вы используете инновации, торговли, новые технологии? Как вы делитесь своим впечатлениям от этих технологий? Знаете, с точки зрения прям технологий-технологий, наверное, в современном ритейле ничего нового, вернее так, ничего необычного, эксклюзивного мы не используем. Это стандартные технологии, современные и IT. И сейчас мы активно работаем с системами CRM, запускаем. Сейчас мы новую программу лояльности начинаем оплатывать. Сколько это важно для вас инвестировать и получать эти новые технологии? Это важно? Это важно, конечно. Это важно. Во-первых, в основном это сказывается на качестве предложения, что мы качественно иного, иного. И как быстро мы можем реагировать на запросы клиентов, на их требования, на их желания, отслеживать тенденции, которые идут. Как быстро вы сегодня можете реагировать? Мы очень мобильная компания, потому что, наверное, маленькая, мы реагируем быстро. То есть, если клиенты приходят два-три раза и говорят о том, что «хочу вот такой добродокт», то что нужно для того, чтобы по своей соседине? Если ваше желание в нашу логику и в наше понимание вписывается, и вы фактически просто дали нам толчок, то оно достаточно логично и не будет актуально только для вас. Конечно, мы достаточно быстро. У нас раз в неделю такой есть орган, ассортиментный комитет, где все категорийные менеджеры, в которых я участвую, многие топ-менеджеры компании, которые не работают напрямую с товаром, но в принципе формируют и отвечают за концептуальное развитие проекта. Мы все садимся, нам категорийные менеджеры дают презентацию того, что они хотят вести, какие пожелания от клиентов. То есть это мобильный орган, который раз в неделю заседает, все это обсуждает, рассматривает, принимает и насколько быстро, допустим, этот товар можно, если это произвести, то это быстро проработал, сертифицировал, отдал в продажу. Если это откуда-то надо привезти, то это чуть дольше, пока нашел поставщика, провел переговор, производителя, привез, растаможен и так далее. Андрей, такой вопрос, категорийные менеджеры, они же сидят в офисе, они же не в зале находятся, то есть, соответственно, в зале находятся продавцы, и люди говорят с ними, а не категорийными менеджерами. Вот насколько продавцы влияют, насколько информация продавцов актуальна для категорийщика? Абсолютно, абсолютно актуальна, причем нет никакой промежуточного звена между продавцом и категорийным, в виде администратора, директора. Продавцы имеют двойное подчинение, административно они подчиняются руководству магазина, а функционально категорийными менеджерами. То есть, категорийный менеджер со своими, так сказать, продавцами в своих отделах имеет прямую связь, имеет также периодическое, еженедельное общение, получает всю обратную связь от покупателей напрямую. То есть, здесь цепочка минимальная, как раз мы специально это сделали, для того, чтобы можно быстрее реакция проходила. Круто. И последний вопрос вас очень интересует. У меня два вопроса. Последний. Последний. Наши читатели очень любопытны к тому, насколько Лев Хасис, он самый знаменитый человек в жизни, не нашел уже. Сколько он оказывает влияние на ваш компанию? Это же его любимый проект. Ну, на себя любимый или нелюбимый надо спросить у Льва. Лев был и есть главный акционер компании, не единственный, но главный. От влияния он отказывает больше или, так скажем, практически в абсолютной степени идеологическое, потому что он не участвует ни в текущем менеджменте, и лишь как акционер получает информацию, утверждает или не утверждает какие-то стратегические решения. В операционном менеджменте он много лет уже не участвует с тех пор, как он возглавил Х5 в свое время. Поэтому некое идеологическое, на уровне идей, мыслей, соображений, советов, мы всегда очень с удовольствием со Львом общаемся на этот счет. В остальном никак. Ну, держит руку на курсе. Конечно, он же главный акционер. Как иначе? Предприятие. Второй вопрос. И последний вопрос. Собственно, чего вы ожидаете по результатам 2017 года? Какие вы ставите перед собой желаемые результаты? Один результат я озвучил. Ну, вернее так, если еще раз пройтись по финансовым результатам, мы ожидаем роста где-то на 18-20% к 2011 году. Это по выручке. По EBIT, порядка 11% EBIT, да. По количеству магазинов? Мы сейчас не… Мы готовы к развитию. У нас есть и организационные, и финансовые ресурсы для этого. Мы ограничены только одним – площадками. Будет удачная площадка, как в Москве, так и в Питере. Потому что для себя мы рассматриваем сейчас эти два города. Мы будем делать магазин. Не будет такой площадки. У нас нет задачи любой ценой открывать столько-то магазинов в год, как у других сетей. У нас вопрос качества места, качества площадки. А количество клиентов-то еще будет под новые магазины в Москве, например? Под один, два, три магазина. И тогда, наверное, последний вопрос в сегодняшнем интервью. Любимый, да? То есть вопрос, я имею в виду. Вот. То есть вопрос в общем. Как вы думаете, как меняется ритейл за следующие три года? То есть что нового случится на российско-российском рынке? К чему вы готовились? Да, и как он будет меняться в следующие три года? Я думаю, что неизбежно случится так называемая вторая волна мирового кризиса. Потому что чудес не бывает. Фундаментальные причины, на мой взгляд, фундаментальные причины кризиса не устранены. Ничего не устраняется. Да, последствия. Поэтому все равно в Европе бабахнет хорошо, мое мнение. И, соответственно, это затронет, безусловно, нас. И в этой связи затронет, причем, я думаю, больше, чем в прошлый раз. Мне так кажется. И в этой связи просто примерно будут те же тенденции, что в 2008-2009 годах. Какие-то игроки более слабые, более неустойчивые, исчезнут с рынка. Какие-то укрепят свои позиции. В любом случае, тут я не буду совершенно никак оригинальным. Продолжится консолидация и ритейлы. Но если только наше любимое государство не решит, что нужно сделать монополию на розничную торговлю. Национализирует все и все. Росторг – это же хорошая идея. Это прекрасная идея. Прекрасная идея. Я считаю, что это давно пора. Большую красивую сеть, да. Росторг и… Как колобус-гурман. Цены рекомендируют. Да нет, просто Росторг. Мы все это проходили, я думаю, с вами просто… Мы попрощаемся с этим изобилием. Ну, зато будет Росторг. Зато будет миллион магазинов. Миллион магазинов с синими курами на прилавках. И замороженной мойвой проходили. Я надеюсь, что у нас все будет хорошо. И у вас тем более. И подписчики, мы об этом будем только говорить и смеяться. Конечно. А по финансовом кризисе, ну что, ждем. И я надеюсь, что он случится как можно скорее. Потому что, как говорится, чем быстрее случится, тем быстрее переживем и мы начнем жить уже без ожидания. А то все последние три года мы только и делаем, что скоро будет. Скоро будет. А и вовсе нету. Как Дед Мороз. Обещают пойти, а они приходят. Вот. Ну, что ж, на этой радостной ноте большое спасибо. Вам спасибо. Спасибо за интервью. Очень интересно. Спасибо за очень интересное интервью. Андрей отметил практически все острые тенденции, которые сейчас есть. Это проблема с персоналом. Это интерес к новым технологиям. Это ориентация на прямые поставки производителей. Спасибо большое, Андрей. Это было нам очень интересно. Очень красивый магазин. Приходите. Да, и пахнет очень сильно и вкусно. Поэтому очень трудно вести интервью. На этом мы заканчиваем. А теперь к столу. А теперь мы пошли. Да, пошли. Увидимся.